Кризис в отношениях России и Великобритании из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбере. Некоторое время назад в этом части мы уже обсудили дипломатическую сторону этого кризиса, ответ России и последнее заявление со стороны Великобритании с Георгием Кунадзе. Но теперь поговорим про ограничительные меры, вообще про ответные меры, которые могут объявить уже в ближайшее время. Более подробно и с нами на связи из Вашингтона российский экономист Сергей Алексашенко, он руководит аналитической группы Центр развития. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Сергей, в первую очередь, насколько в нынешней ситуации, когда уже Вашингтон поддержал Великобританию, позицию Великобритании, возможен консолидированный ответ со стороны и Великобритании, и США, и Европейского Союза на то, что предположительно называют атакой, вмешательством со стороны России? Сергей, хороший вопрос. Я думаю, что ответ Великобритании может быть сильным и неприятным для России, для российского политического руководства, только в том случае, если он будет скоординирован с действиями Евросоюза и с действиями США. Практика показывает, что санкции в отношении любого субъекта, будь то Северная Корея, Иран или Россия, они работают только в том случае, если все страны Запада проводят скоординированную политику. Соответственно, вчера, насколько я понимаю, Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, получила поддержку Европейского Союза. Вчера госсекретарь США, господин Тилерсон, выступил с заявлением, что для него позиция Великобритании понятна, и он поддерживает выводы, сделанные Англия. Теперь уже другой госсекретарь. Но сегодня уже другой госсекретарь, да. И поэтому, я думаю, что уже сейчас весь министр работает с новым госсекретарем и пытается согласовать новую позицию. Я думаю, что ответ Великобритании будет завтра. Ну, не то, что думаем, а до среды дали время российскому руководству. И если Великобритания не получит поддержки Соединенных Штатов Америки и Евросоюза, я думаю, что санкции могут быть болезненными. Например, блокирование активов российских, ну, скажем так, бизнесменов и политиков, которые связаны каким-то образом с Кремлем, с российской администрацией. Если удастся проводить скоординированную политику, то санкции могут быть более жесткими. Может ли быть для этого взят, вот как такой справочник, кремлевский доклад США, или у Великобритании свои какие-то данные, свои оценки? Ну, это один из возможных сценариев. Мы можем сейчас только гадать. Вы знаете, нужно четко понимать, что то заявление, с которым вчера выступила госпожа Мэй, оно очень жесткое, и такого не было давно. То есть Великобритания рассматривает это как неспровоцированное военное нападение на свою территорию. То есть фактически это как акт военной агрессии. Сергей, да, если сравнивать с тем, что было, с той реакцией, которая поступила от Лондона после отравления Литвиненко в 2006 году, насколько это разная степень серьезности для России? Ну, это абсолютно другой уровень, абсолютно другой качественный уровень, потому что, ну, что бы ни случилось с господином Александром Литвиненко, вот, речи не было о том, что это нападение на Великобританию. А российские... Пострадали и пострадали. Пострадали 20 граждан Великобритании, да, и, в общем, это действительно, там, английские власти воспринимают как военное нападение, потому что использован, ну, нервно-паралитический газ военного, который создан для военных целей. Да, мы вот это вещество тоже уже успели обсудить, что оно из себя представляет. Как вы считаете, при самом жестком варианте ответа российские граждане почувствуют на себе вот этот ответ? Ну, мы не можем понимать, мы не можем знать, что такое самый жесткий, потому что, ну, самый жесткий, например, взять, заблокировать активы Центрального банка Российской Федерации, заморозить все валютные резервы Российской Федерации, которые находятся за границей. Ну, это будет очень жестким, и, конечно, там все российские граждане это почувствуют, потому что на российском валютном рынке тут же начнется невообразимый коллапс, рубль начнет лететь, несмотря на то, что будет происходить с ценами на нефть. Я считаю, что вероятность этого крайне невысока, да, но я бы не стал исключать того, что среди тех санкций, которые сегодня обсуждаются в Лондоне, в Брюсселе, в Вашингтоне, есть и санкции, которые могут затронуться российские граждане. С точки зрения технической, вот если завтра эти меры действительно будут объявлены, тот или иной пакет мер, как быстро их можно именно принять и начать исполнять? Ну, вы знаете, опыт введения санкций в 2014-2015 годах, ну и, собственно, и последующих, и вот там в отношении РАНа, показывает, что они начинают исполняться с момента подписания соответствующего решения. То есть, если президент США Дональд Трамп завтра, или сегодня ночью, или завтра утром подписывает какой-то указ, то он начинает работать с момента принятия решения, так же, как это работает в Лондоне, и так же, как это работает в Брюсселе. То есть, никакого лага во времени не будет. Вот Георгий Кунадзе перед вами в нашем эфире предположил, что если будут переходить на личности в отношении российских властей, представителей власти, то может пострадать вице-премьер Игорь Шувалов, и его активы могут пострадать в Великобритании. Вот с такой оценкой вы согласны? Может быть, у вас есть какие-то еще имена? Ну, послушайте, про то, что и вице-премьер Игорь Шувалов имеет недвижимость в Англии, в Лондоне, это знают все, ну, там, все, кого это интересует тема, потому что об этом широко говорилось, в том числе, там, в расследовании Навального и в других материалах. Это ни для кого не является секретом. Я думаю, что есть и другие российские политики, там, как действующие, да, что называется, занимающие какие-то должности, там, в правительстве, в администрации президента, в Думе, или, там, стоящие около, да, у которых есть и недвижимость в Лондоне, у которых есть дети, родственники, жены, проживающие в Великобритании, у которых там что-то имеется. Я думаю, что пострадать может большое количество индивидуальных людей, да. Но нужно хорошо понимать, что санкции, какими бы тяжелыми санкции не были лично для, там, Игоря Шувалова или Ивана Ивановича Иванова, ну, на рядового российского гражданина эти санкции никак не скажутся. Спасибо. С нами на связи был российский экономист из Вашингтона, Сергей Олег Сташенко, он руководит аналитической группой Центр развития.